Весна 45-го застала нас в небольшом подмосковном городке Серпух. Раненые солдаты пытаются хоть как-то поддержать друг друга. На устах у всех один вопрос – когда же кончится война? Для персонажей спектакля она уже закончилась. Бойцы, томясь в госпитале, испытывают противоречивые чувства. Это о них спектакль «Красное вино победы». Свою уникальную историю может рассказать каждый присутствующий в зрительном зале. Ветеран войны, труженица тыла Мария Дущенко в те годы была совсем девчонкой. Работала в амбаре. До сих пор вспоминает заведующего складом, который не дал умереть с голоду, выдавая зерно. Много не давал. Ну, пол-литровую баночку, если так. Вот это без разрешения, конечно, не брали, потому что мы знали, что за это будет. Но он сам нам разрешил, и вот, когда уходим, вот возьмите за твой труд. Благодарны были. Вот даже сейчас вспоминаешь это все за это. А хватало вам вот этого? Да, всякое бывало. Всякое бывало. Их хватало, и не хватало. И картошку мерзлую ели. Ветераны-активисты со всех районов города собрались в театре «Самарская площадь». Посмотрели спектакль, пообщались, получили памятные подарки от Самарской городской думы. Те люди, которые сегодня собрались, большинство из них, наверное, войну помнят по детским воспоминаниям. Кто-то трудился в тылу. Но это как раз те люди, которые участвовали в том числе в восстановлении нашей страны после вот этой войны. И для нас всегда очень важно им оказывать заслуживающий их почет, уважение. Молоды душой и горячи сердцем. Эти люди, несмотря на свой возраст и одолевающие их болезни, до сих пор сохраняют боевой дух, активно участвуют в общественной жизни города и в патриотическом воспитании молодежи. Марина Матвеевична, Станислав Левин. События.